Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Нахожусь с мужчиной более двух лет. Он разведел, у него есть ребенок, два года. Развелся, можно сказать, из-за наших отношений. Хотя я не думаю, что причина во мне, скорее у него изначально брак был неким неплохим вариантом, но не самым желанным. В знаке внимания он оказывал мне лет пять, и все это время находился в браке, видимо держался за него, как за запасной вариант, если со мной ничего не получится. Номинально, естественно, он был отличным мужем все это время, поэтому для его жены, которая с нетерпением ждала беременности в семь лет, уход был шоком. Естественно, все ко мне полетели в мою огород, что я забросила, сбилась в путь истинного, преворожила, но не суть. Я лишь обозначил, что отношения возможны, если он разведется, а дальше должен был сам выбирать. От прошлого брака у него остался маленький ребенок, у него есть огромное чувство вины, и с ребенком он пытается проводить достаточно много времени, причем качественно, а не один час в парке погулять. Берет ее к себе ночевкой два-три раза в неделю. Ребенок и бывшие прекрасно живут за его сон. Его бывшая жена запретила ему знакомить ребенка со мной, как он говорит до трех лет, хотя я думаю в рот. Поэтому, когда с ребенком, я должна исчезнуть из квартиры. При этом он упорно настаивает, чтобы мы жили вместе в его квартире. Даша предлагал мне сдать мою квартиру, ведь три раза в неделю я бы могла и на улице пожить при таком раскладе. Я неоднократно говорил ему, что мне неприятно подобное отношение, и ты либо откажешься от жизни со мной, занимаясь с ребенком, либо решай вопрос бывший. Естественно, с его стороны ничего не изменилось, и он продолжает удивляться и не понимает, почему я не хочу жить у него. Ведь мы же пара, и когда-нибудь будем вместе. Возможно, мы же мужем и женой. Но никогда не уточнял, даже сильно замялся, хотя вопрос я задавал ему неоднократно. В общем, за два года я поняла, что подобный уровень отношений мне изрядно наскучил. Мне 31, и я хочу встроить дальнейшего развития. Хочу семью, мужа, с которым будем планировать где встречаться, старость, дом хочу строить, бизнес совместный, детям выбирать универ. Короче, отношения поесть и кино посмотреть на третьем году меня не удовлетворяют, и с стороны мужчины отсутствует какая-то адекватная видимость будущего. На основании опыта я понимаю, что ничего не изменится, или очень не скоро. А я в 40-45 лет детей рожать от 50-летнего мужика не хочу. Поэтому хочу понять, проблема в моем эгоизме, то есть я хочу все сразу, а надо было понять мужчину, или у меня нормальное желание, нужно просто уйти из этих отношений и найти партнера с одинаковыми целями, без таракана от прошлых браков. Для понимания характера самого мужчины стоит добавить, что он хоть и добрый, достаточно позитивный по жизни, полностью поддерживает бытовые обязанности на равных женщинах и всегда его всем помогает родителям. Но все-таки какой-то мужской серьезности, ответственности и целеустремленности у него нет. Он ведет образ жизни, как будто ему 20 лет, любит выпить, пенеет очень быстро, причем покупка пива и вина для него такой же необходимый процесс, как и регулярная покупка хлеба. Может и с пьяным за руль. На словах он вот-вот станет великим бизнесменом, по факту у него нет даже амбиций при работе на дядю. Мы работаем вместе и я справедливо могу оценить, что как специалист он слабоват, да и с бизнесом дальше слов ни в чем не продвинулся. По разговорам я понимаю, что ему лень даже информацию, доступную в интернете, почитать. И друзья у него такие же. Скоро по 40 лет уже всем, а разговоры об одном. Где бухал, как бухал, где очнулся и что сломал. На мой взгляд, аноним. Вы человек, который, скажем так, занимает доминирующую достаточно роль, может быть негласно, в отношении. То есть, это значит, что он, то что вы описываете, то что вы описываете свидетельствует о выборе мужчины, который на фоне вас выглядит инфантильным несколько. То есть, это человек, который, ну вот, не поддерживает ваши действительные ценности. Да? Человек, который больше такой вот ребенок, нежели чем зрелый, как бы человек. По крайней мере, с ваших слов так получает, да? Я чувствовал вины у него и брак держал как запасной вариант. То есть, вот, ну, как-то вот чувствуется, да, что человеку достаточно сложно взять на себя ответственность личную за свою жизнь. И дело здесь, как мне кажется, не в том, ну, должен он это делать или нет. Дело, как мне кажется, не в том, ну, может он это делать или нет. Дело, как мне кажется, больше в том, что вы сами, вот именно вы сами, как будто бы не даете ему возможности измениться. Я поясню, поясню, что я имею в виду. Дело в том, дело в том, что, на мой взгляд, на мой взгляд, с поведенческой точки зрения, вы совершаете одну такую ошибку. Эта ошибка заключается в, скажем так, отсутствии четкости того, где вы уступаете, а где настаиваете на своем. То есть, иными словами, по вашему тексту получается, что вы человек, который достаточно четко знает, чего хочет. Но, почему-то в вашей же парадигме возможно такое, что вас ставят перед необходимостью исчезать из квартиры несколько раз в неделю, когда мужчина берет к себе ребенка. По вашим же словам, получается, что вас можно поставить перед фактом того, что бывшая жена мужчины влияет на ваши отношения с мужчиной. И волей-неволей задаёшься вопросом, а вы когда в чём-то уступаете человеку, не важно сейчас, в чём вы уступаете. Просто вы когда человеку уступаете, вы уступаете всегда, когда только хотите этого, или вы уступаете в том числе в надежде на что-то. То есть, вы уступаете в надежде на то, что, ну вот, сейчас я уступлю, и что-то поменяет. Если так, то это не уступка. Это, скорее, больше похоже на ломку себя. И вот мне кажется, что с когнитивной точки зрения, ну, с поведенческой точки зрения, скажем так, это одна из основных проблем. Потому что мужчина мог бы измениться, если бы вы, если бы вы более активно, что называется, ставили бы его перед фактом того, что вы хотите. Если бы вы более активно ставили его перед фактом своих желаний, своих потребностей. А так, вы этого не делаете. Вы как будто бы терпите его, ну вот, его нюансы, которые, которые вас не устраивают. А потом говорите, ну, блин, как-то всё не так, как я хочу. Вот. Понимаете, да? И их второй момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, заключается в том, что вы говорите, я хочу понять, это, например, я такая эгоистка, или это нормально, и я должна мужчину понять своего. Понимаете, вы, возможно, и могли бы человека понять, если бы выстраивали отношения с ним на других основах. Но дело в том, что характер, природа ваших отношений вызывает в определенной степени вопросов. Какого рода вопросов? Если мужчина начал с вами встречаться, когда вы, когда он, точнее, был не свободен, то есть, когда он был, условно говоря, в браке, то к вам у него отношение было в некоторой степени специфичное. И, соответственно, если к вам у него было отношение специфичное, то ни вы и ни он, скорее всего, не могли друг друга воспринимать, как именно личность. Скорее всего, и у него, и у вас были определенные ожидания друг друг от друга. У него были ожидания чего-то одного, у вас были ожидания чего-то другого, но у вас не то, что эти ожидания были. И ожидания здесь, это скорее история про то, что я пытаюсь компенсировать какие-то свои потребности. А, когда есть такая история, довольно сложно воспринимать человека как личность, с его ценностями, с его приоритетами и так далее. И то, что вам не отвлекается, например, его забота о ребенке, хотя многие люди могли бы сказать, о, какой он ответственный, о, какой он хороший отец и так далее, то, что вам это не отвлекается в данном случае, это нормально, потому что вы не настолько, видимо, с ним близки, с точки зрения личностного взаимодействия. Как? И поэтому вам сложно его понять. Я бы сказал, что подобная позиция, мне кажется, в данной перспективе нормальной. И, соответственно, ваши желания, ну, вот то, что вы описали, да, в качестве своих желаний, это абсолютно нормально. Но почему-то вы, вот это, в этом сомневаетесь, почему-то вы можете воспринять свои желания как проявление эгоизма. И вот мне кажется, что именно то, что вы можете свои желания воспринять как проявление эгоизма, хотя это не совсем эгоизм, но в тонкости терминологии сейчас мы уходить не будем, именно потому, что вы можете воспринять свои желания как эгоизм. Мужчина и думает, что может приглашать вас жить в квартире, из которой вам нужно будет уходить на улицу три раза в неделю. Именно поэтому мужчина и не решает вопрос с бывшей, потому что он почему-то думает, он почему-то думает, он почему-то допускает, что вы все это примете. А почему он так думает? Почему он допускает, что вы это примете? А потому что вы подвергаете свои желания сомнению. Вы, видя, что человек достаточно пассивен, что человек достаточно несерьезен, не сталкиваетесь его с тем, что в отношениях необходимо быть серьезным, не сталкиваетесь его с необходимостью принимать решения. Мне кажется, что вы или соглашаетесь с тем, что он делает, как бы надеясь, что это изменится, или вы сами ищите какие-то варианты. Вот. Вот как-то так. Я думаю, что несколько более полно, несколько более полно ситуацию могла бы раскрыть, могла бы раскрыть история ваших отношений. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду то, что если бы вы раскрыли, ну вот как вы встретились, как вы начали сближение, да, вот, как вы его воспринимали, чего от него, как бы, ждали, вот, и в какой момент, в какой момент, ну, начали, словно говоря, разочаровываться в нем, да, и как дали ему понять, что что-то вас не устраивает, не устраивает, могло бы более подробно раскрыть аспекты вашего подхода к отношению. Вот. Но на данный, на данный момент, я думаю, что расстаться вы успеете всегда. Это на самом деле легче всего. Ну, легче всего взять и расстаться, и так сказать, отрезать человека от своей жизни. Вот. На мой взгляд, это легче всего. А вот что несколько сложнее, это подкорректировать те отношения, которые есть у вас сейчас. Подкорректировать, исходя из того, что вам нужно. Подкорректировать из того, что вы хотите. Подкорректировать, исходя из того, что для вас приемлемо или неприемлемо. Вот смотрите, вы говорите, вы прямо так и пишете. Вы говорите, что я ему как бы стараюсь донести, ты или со мной расставайся, и значит, уделяй время своим ребенку. Вот. Или решай вопрос с бывшей. По сути, это ультиматум. Вас можно понять, что вы устали ждать. Но поймите и другой момент, что ультиматум это манипуляция. А на манипуляцию люди реагируют достаточно негативно, как правило. Поэтому манипуляция является своего рода средством маскировки своих желаний по своей позиции. Мол, ну, ты давай решай, мол, ты давай действуй. Что сделать? Это манипуляция. Откровенно выраженное требование к человеку. Это может вызвать протест, это может вызвать сопротивление, что собственно и происходит скорее всего. Но самое главное, как и сказал мой коллега Кудричев Игорь Леонидович, это делает вас зависимы. Почему? Потому что вы не следуете сами своей позиции, а как бы ждете, что мужчина ее, например, поддержит. И дело не в том, что надеяться на поддержку нельзя. Дело немножечко в другом. дело в том, что вам-то нужно будет еще как-то жить, если вас не поддержат. А когда вас не поддерживают, ваша как будто бы ставится на паузу, как будто бы вы становитесь в ожидании и естественно фрустрируетесь из-за этого. По-другому не бывает. поэтому лучший способ сейчас это просто продвигать свою позицию. Не в форме манипуляции, не в форме требований, а в форме того, что я хочу и что я не хочу. Ну, не хотите вы, например, сейчас с мужчиной допустим сближаться. Не хотите вы с мужчиной сейчас встречаться. не чувствуете ли вы к нему там не знаю грубо говоря влечение, страсти, уважение, восхищение и так далее. Так ему об этом скажите. Скажите ему так об этом. То есть позвольте человеку как-то в отношении себя проявить. Позвольте ему это сделать. Мне кажется, что вы этого не позволяете. Следующий момент. Следующий момент заключается в том, что он вот как вы его описываете, что он любит выпить и прочее, прочее, прочее. Вот. У меня такой вопрос. А вы как бы ждете, что он изменится? или как? У меня сложилось впечатление, что вы вот, ну, на самом деле ждете, что он изменится, что он станет другим. Если это так, то я могу высказать некоторые сомнения по поводу того, что он изменится. Особенно если вы ведете себя так, что сомневаетесь в своих желаниях. Особенно если вы ведете себя так, что способом выражения ваших желаний является либо ультиматум, либо уступка. На мой взгляд, таким образом вы совершенно точно не можете рассчитывать, что человек изменится. Люди вообще редко меняются, а в этом случае так и подавно на мой взгляд изменений сюда не приходится. Я повторюсь, я повторюсь, вам нужно задать себе вопрос относительно того, как вы воспринимаете машину, как вы его видите. Потому что если вы видите его как идеального семейного партнера, то нет. Его ценности немножко другие. И вы пытаетесь сейчас из него сделать кого-то, кем он не является. Если мы говорим о том, чтобы в нем увидеться личность, это возможно. Тогда вам нужно постараться увидеть, услышать его ценности, пропустить через себя и понять, что из этого вы можете поддержать и достаточно ли будет этого для того, чтобы вы находились в отношениях, принимая во внимание если его не идеальность, но чувство уважения и восхищения его личностью. Если этого нет, то в ваших отношениях нет никакого, нет никакой перспективы. А перспективы нет на данный момент еще и потому, что у человека есть чувство вины. когда у человека есть чувство вины перед другим, по большому счету такой человек себе не принадлежит. Он не принадлежит ни себе, ни вам. Он принадлежит ребенку, он принадлежит бывшей жене, скорее, но не вам. В этом нет вашей вины и нет вины мужчины. Люди такие, какие они являются. Но важно другое. Важно столкнуть человека с тем, что это значит. Вот что важно. Важно столкнуть человека с тем, что значит, что он чувствует вину перед ребенком. Вот. И на это адекватно отреагирует. Отдалиться, выставить границы, перестать на что-то соглашаться, донести о нежелании, например, проводить вместе время, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вариантов может быть достаточно много. Что и посмотреть. Посмотреть, что из этого получится. Если мужчина начнет меняться, пойдет к психологу, займет какую-то позицию более четкую, или вам скажет, что, ты знаешь, я понял, что вот хочу вот так, и все, и по-другому я не хочу, не могу, это будет для вас означать какую-то определенность. Что происходит сейчас? Сейчас происходит так, что вы эту определенность требуете от другого человека. То есть, вы свою неопределенность, именно свою неопределенность, пытаетесь компенсировать за его счет. Свои сомнения пытаетесь компенсировать за его счет. Свою неуверенность какую-то пытаетесь компенсировать за его счет. И так далее. Но, повторюсь, у вас своя позиция, с которой вы человека человека сталкивает. Вот и все. поэтому если отвечать на вопрос проблема ли в вашем эгоизме, что вы хотите все и сразу? Нет. Вы имеете право хотеть все и сразу. Другой вопрос. Устраивает ли вас цена, которую вы за это платите? И почему так вышло, что вроде бы, хотя все и сразу, вроде бы, хотя все и сразу. Вы выбираете человека, который в принципе не может дать вам все и сразу. хотя все и сразу вы сперва ждете, пока человек разведется, потом ждете, пока решит свои проблемы. не кажется ли вам это странно? Как будто бы вы опять же стесняетесь что ли? Не до конца принимаете свои желания? Сомневаетесь в своих желаниях? И если это так, то вот эту проблему нужно решать более четко сформулировать и сформировать свою позицию, было бы здесь куда более верным решением. И представив мужчине как раз таки ее, то есть свою позицию, вы по его реакции смогли бы увидеть, можно с ним дальше продолжать отношения или нет. А отсутствие личностного взаимодействия на мой взгляд даёт вам куда более меньшую возможность воспринимать и человека, и его образ жизни более глобально в рамках его ценностей. Понимаете? Удивительным образом, но то, как себя ведет мужчина, позиционирует себя по жизни в какой-то степени отражает вам. Он более свободен, чем вы, более раскован, чем вы, может быть менее напряжен, чем вы, даже при наличии у него чувства вины. как будто бы вы хотите себе этой некой свободы. Возможно, именно поэтому вы игнорировали какое-то время тот факт, что он не самый лучший специалист, не самый целеустремленный человек. Вам было хорошо с ним в силу его свободы. Вам было хорошо с ним в силу того, что он может быть более раскован, чем вы. Я имею ввиду глобально поживный, я без каких-то деталей выговорю, потому что вы-то производите впечатление человека несколько более зажатого. Так может быть имеет смысл вам самой обрести некоторую свободу. Свободу в активном в активной декларации того, что вы хотите. Свободу в активном выражении и продвижении своей позиции. Свободу в том, чтобы ставить человека перед фактом каким-то. И свободу в том, чтобы выбирать свое поведение. и может быть тогда окажется так, что ваше отношение к мужчине поменяется. Не обязательно оно будет лучше или хуже. Просто станет другим. Понимаете? Как-то так. я думаю, что на этом можно закончить мой ответ. Вы ничего не пишите о своих чувствах к нему. Ну, в смысле, вы не говорите, любите вы его или нет. А это важно. Важно то, какие чувства вы испытываете к мужчине. Одно дело, если вам нравится. Другое дело, если вы его любите. Третье дело, если вы просто ищете идеального партнера, который разделил бы ваши ценности и взгляда на жизнь. В зависимости от того, чего вы хотите, разные модели поведения. последняя вещь, которую хочу сказать, и которая возможно вызовет у вас протест, это то, что, как вы говорите о старости, о детях, не то, чтобы это было не важно, просто вы говорите об этом как о неком достижении. Ну, в том смысле, что, как будто бы у вас присутствует страх старости, который к детям не имеет никакого отношения. Это вопрос про ваши личные границы, скорее. И вы говорите про детей и про дом как о некой цели, который вы стремитесь, но беда в том, что в данном случае то, о чем вы говорите, представляет из себя исключительно социальный компонент. То есть, вы говорите, ну, я, как женщина, должна, мне 31 год, я должна родить детей и выбирать для них универ. Почему вы должны выбирать для них универ? Я думаю, что дети сами должны выбирать универ, а не вы. да? То есть, как-то вот здесь больше идет социальная компонента и как-то совсем упускается из виду, что связь между людьми, между вами и вашим людям, отцом ваших детей, она уникальна, она не обязательно означает, как следствие, что у вас будут дети, но и при появлении детей не обязательно, что все будет развиваться так, как вы хотите, потому что контакт, взаимодействие с другим человеком может нас менять, чем контакт ближе, вполне доверительный, искренне, тем по-другому мы видим свою жизнь, себя и такое подчинение социальным целям отношений между вами и мужчиной, между вами и детьми выглядит для меня некой компенсационной моделью поведения, компенсацией чего-то в вас. например, сомнение в том, что если вы не сделаете всего, о чем пишете, то не будете полноценны, или желанием за счет того, что вы описываете, защитить себя от старта. То есть, неприда это ощущение, что это решение каких-то ваших личных проблем. ваши личные проблемы можете решить только вы. Не дети, не ваш мозг. Понимаете? И мне кажется, что раскрытие своей личности, ее развертывание более приоритетных задач, чем решение того, будете вы смешены или нет. А начнете уделять внимание себе, начнете наполнять свою жизнь яркими переживаниями, жизнью. Покажите человеку, как это можно, как можно, как можно жить. И кто знает, может быть, он пойдет за вами и станет так же делать. А может быть, вы встретите другого такого человека и вместе с ним создадите прекрасную семью, где только не будет того, что вы себе придумали, потому что то, как вы это видите сейчас, это идеальная картинка, но концепция, но концепция, рожденная на основании вашего видения того, как вы можете реализоваться. И говорите об этом сейчас, как о своем единственном пути жизненном единственном пути к счастью. А это не так. Это один из путей. Я вас уверяю, что если вы своих мужей детей будете пытаться подстроить под вот эту концепцию, который вы нарисовали, с обязательным домом, с обязательным выбором универа и так далее, не будет там счастья, не будет там доверия, искренности и чего-то еще. Там будет все то же самое, что и сейчас. Какое-то ожидание, какое-то недовольство, обесценивание того, кто рядом со мной и в общем-то непонимание того, а это я эгоист или ценности у нас разные. А может быть все дело в том, что это и не ценности вовсе, то, что вы описываете. Может быть все дело в том, что это страх вас говорит или бег с вас собственной неполноценности, страх быть неполноценно. Я повторюсь, а я не про то, что вам не нужно создавать снижение, я про то, что вы как-то жесткие рамки поставили развитие снижение своего будущего. А ведь это в данном случае другие люди. Это имущие дети, которые тоже привносят свой вклад в это. И совсем не такие, каким вы хотели бы их видеть, потому что то, что вы описываете, это продукт только вашего воображения, ваших может быть действий. Но семью и взаимодействие с детьми строите не только вы, но и другие люди. И в итоге получается совместно что-то совсем не похожее на то, что вы нарисовали себе. Вот. То же самое касается бизнеса. Вы говорите про бизнес, да, то, что вы хотите бизнес, а вы хотите бизнесом заниматься? Вы хотите предложить людям что-то? Или вы хотите просто заработать? Заработать? Поймите правильно, в заработке ничего плохого нет, но бизнес не построить, если хочешь заработать. Бизнес можно построить на кое-чем другом и заработать тоже. Но это не первое. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам успехов и как бы просто напоминаю, что обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для дальнейшей психотерапии. Продолжение следует... Продолжение следует...